Вопросы, и я говорил, и он говорил, но я не помню некоторые вещи, некоторые помню. Допустим, ну я, во-первых, просил прощения, потому что он настолько любящий, настолько вот так смотрел так, что, ну я не мог просто не прости прощения, просто не мог. И мне такое было сожаление, такое, думаю, надо же, если хотя бы я знал, хотя бы я догадывался даже, хотя бы знал, что я вот однажды так опозорюсь, и моя жизнь совсем другая вообще, я вообще не, вот я потом даже говорил и своим детям тоже, когда они, особенно каждый из них достигал вот этого возраста, 13-летнего, я вот, у меня был какой-то особый такой страх, какой-то такой родительский такой, и я каждый раз вот рассказывал эту историю снова и снова детям, вот, значит, и я говорил о том, что каждому из них, у нас шестеро детей, вот, да, значит, три мальчика, три девочки, все они уже перешли этот рубеж этого 13-летия, все уже взрослые, но знаете, вот, каждый раз я вот рассказывал об этом, я говорил, что вот, не дай Бог, говорю, вот, оказаться перед Богом, да, не имея в себе от Него ничего, вот, это настолько вот, ну не знаю, я, я был в такой ситуации просто, и, ну, врагу не пожелаю, никому не пожелаю такого вообще, вот, оказаться перед Ним, не имея в себе от Него ничего, а во мне так было, вот, я, это было настолько тяжело, это все, я просил прощения, и, знаете, я пережил реально прощение, вот, я это видел даже, это как будто бы рука, вот, как вот стирает с доски, вот, но рука не рука не поймешь, ну, вроде как рука, вот, она так стирала вот это все между мной и Богом, вот, вот, это моя жизнь, это, да, вот, там сразу видишь все, и по кадрам, и не наслаивается, понимаете, там совсем другое, как бы, другое измерение совсем, абсолютно, видишь все сразу, и здесь нужно по частям все тебе раскладывать, детство, юность, там, значит, там, да, какие-то ошибки, какие-то неправильные, неправильные, самое позорное в том кино про себя, да, как бы, самое позорное, это что было, что я жил для себя, вот, там это самое позорное считается вообще, вот, когда ты, ну, то, что называется, я же не думал никогда, там, о мотивах, там, значит, там, я был эгоист, я жил для себя так вообще, вот, любил, когда меня хвалят, родители нас все время хвалили, в школе хвалили меня все время, значит, там, значит, в одной школе, в другой школе хвалили, и я работал на это, над этим, и на это работал, то есть, я жил этим, мне это нравилось всегда, значит, А там от этого всего хоть провались куда. Вот реально настолько стыдно, что я жил этим. И там, допустим, вот знаете, мне это напомнило, как вот Алиса в Зазеркалье. Вот все наоборот. Но сразу понимаешь, да, спасибо, сразу понимаешь, что это как раз нормальная ситуация. Вот, допустим, берешь стакан, да, а там как будто бы это ты отдаешь. И наоборот, отдаешь, да, как будто бы берешь. Вот, но самое интересное, попадая туда, сразу понимаешь, что это как раз нормальная, вот это нормально. А здесь это вот ненормальная вещь. Вот, ну слава Богу, он мне вернул в тело, вот, и дал мне снова жить. Вот, и любить его, и нести его любовь. Слава Богу, пусть Бог благоставит вас. Мы, давайте, больше, поработаем.